Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности, и сегодня мы разберем с вами, в общем-то, очень интересную тему. Наука как культурно-философский феномен. С одной стороны, это, наверное, будет полуразбор статьи, полулекция. Дело в том, что статья получилась очень большая. Ну, вот придется с этим поработать. Многие фанаты науки, ученые и просто обычные люди любят рассматривать науку вне историческо-культурного контекста, а также избегая темы философского базиса науки. Им приятно думать, что наука это некое универсальное предприятие, которое развивалось с самого начала человечества, при том не просто универсальное, даже стоит сказать, а автономное, совершенно независимое. В общем, появилось оно и изучает, изучает, конечно же, реальность, реальность, объективную реальность, замечательную, прекрасную объективную реальность. А именно поэтому речь нередко идет об исламской науке, индийской науке, китайской науке и науке европейской, при том подразумевается, что это части какого-то одного единого целого. Да, там, греческая наука, какая она, вот, предшественница нашей науки, как это все постепенно так развивалось, и это все одна такая прекрасная, замечательная, классная система. Впрочем, это не так. Да, к сожалению, это не так, и практически все эти науки не имели никакого отношения к тому, что мы сейчас называем нашей современной наукой. У современной науки есть определенные ценности, определенные нормы, определенные догмы. А и с ними мы будем сейчас разбираться, конечно же. Ого, цвет лица стал лучше. Так, что же такое наука? Это явление крайне скользкое и постоянно ускользающее. Дать ему определение крайне сложно. Определений очень много. Также, ну, все это, да, это не постоянные определения, эти не постоянные, они постепенно меняются. И наука сама их меняет. Например, иногда мы можем даже говорить о науке древних греков. Да, почему бы не поговорить о науке древних греков? Почему это именно наука? Непонятно. Современный подход и греческий подход, они совершенно разные, они абсолютно разные. Почему мы можем говорить об этих подходах как о чем-то одном? Интересно. Непонятно. К слову, поэтому во многом, кстати, получается, что люди, не понимая определения науки, они видят ученых, которые существуют в вакууме, в отрыве от философии, от религии, от культуры, в отрыве от истории самой. Такие какие-то убербоги, не знаю, существующие, не знаю, в небытие, изучающие этот объективный мир, причем объективно, совершенно классно, совершенно хорошо. Отлично от философов, от писателей каких-нибудь, от деятелей религии. И вот удивительные люди совершенно, эти ученые. Я же в данной статье предлагаю рассмотреть науку в ее историческом, культурном и философском аспектах. Это действительно очень важно. Начнем сначала, как говорится. Дальше сначала. Теоретическая математика, Пифагор и Платон. Здесь написано очень много про математику Платона и Пифагора, но давайте сократим этот текст в значительной степени. До Пифагора математика не была теоретической, она была чисто эмпирической. Из этого, в общем-то, следует, что люди просто считали. Считали с помощью математики и измеряли с помощью математики. А иногда проводили некоторые магические обряды с помощью математики. Причем математика была очень простой, невероятно простой, и с ней было крайне просто работать. Ну, например, там мерили стопами что-нибудь, или локтями, локоть, вот локоть, локтями мерили расстояние, например. Потрясающе, замечательная математика, но проблема заключалась в том, что она была не теоретична. Она не могла развиваться сама по своим правилам, она не могла, в общем-то, двигаться дальше. Не было людей, которые занимались чистой математикой. Пифагор это исправил. А Платон потом, в общем-то, поддержал эту идею, эту философию, и вслед за вот этими исследованиями появилась теоретическая математика. Теоретическая математика тесно связана с идеалистической традицией философии, в частности с платонизмом. И в рамках платонизма она развивалась. А как это доказать? А доказать это легко, поскольку один из самых знаменитых, в общем-то, геометров за всю историю человечества Евклид, он был платоником. И он, в общем-то, да, придерживался платонических воззрений. И, да, фраза на Академии, не геометр, да не войдет. Все это, в общем-то, известно. По-моему, здесь спорить, в общем-то, не с чем. А если хотите поспорить с данным тезисом, что теоретическая математика возникла благодаря Платону и Пифагору, и именно благодаря им она была воспринята христианами, и именно благодаря христианам она уже была воспринята учеными, вот просчитайте все, что я здесь написал в данной статье, пожалуйста, а потом уже попытайтесь это спорить. Ну, по-моему, это очень очевидный тезис. Он прямо нам показывает историческую преемственность европейского региона. В других регионах такой математики просто не было. Христианство и университеты – это следующая очень важная тема. А, ну, мы уже очень много обсуждали, как христианство повлияло на философию и науку, но давайте повторим еще раз. Мы любим повторять все это по многому разу, поэтому давайте повторим. Средневековые университеты – вообще уникальное место. Они объединяли в себе мыслителей совершенно разных, совершенно разного плана. Например, мистиков, таких как Бонавентура, диалектиков, богословов, эмпириков, таких как Гроссетест, математиков, таких как Томас Брадварден, перипатетиков вроде Фомы Аквинского и так далее. Притом эмпирики, уже именно в христианском обществе, они не гнушались использовать математические методы. В Греции такого не было, как бы. Греки такого себе не позволяли. У греков были очень последовательные воззрения на методологию своей философской школы. Ну, например, керинаики, они были сенсуалистами, протосенсуалистами или просто сенсуалистами. Да, неважно, совершенно неважно. Но они были крайне последовательны и отрицали всевозможные математические, рационалистические, логические методы. И это логично, это совершенно логично и это абсолютно последовательно. А христиане, наоборот, решили прийти к некому компромиссу. Из этого начала появляться в том числе научная система. Мы с вами обсуждали в видео множество аспектов. У нас есть более подробное видео по этой теме, поэтому давайте остановимся на чем-то именно уникальном. Университеты обсуждали, интеллектуалов обсуждали. Ну, в общем-то, здесь все понятно. С христианством все понятно. Аврамический монизм. Также от христианства в науке передался вот этот вот аврамический монизм. То есть, давайте зададим вопрос. Важный, очень важный вопрос. Свойственно ли ученым и последователям науки стремление к мировому господству? Да, безусловно, свойственно. Наука хочет захватить весь мир, хочет распространить везде свои школы, хочет, чтобы научное мнение было распространено абсолютно везде. Все понятно здесь тоже, да. И это досталось науке от христианства. Хотите с этим поспорить? Читайте статью, рассматривайте аргументы. Использование методов эмпирической и рационалистической философских школ. Тоже очень понятное, в общем-то, утверждение. Да, действительно. И это утверждение я воспроизводил много раз, не только в видео, но и в статьях, самое главное. Да, действительно. Существовал такой мыслитель, как Фрэнсис Бэнкон. Существовал и Рене Декарт. Оба мыслителя были очень важны для становящейся научной и, в общем-то, философской школы. Вот у нас эмпиризм, есть рационализм. Эмпиризм основал Бэкон, а рационализм Декарт. Все. Как бы все. Наука использует методы и эмпиризма, и рационализма. Эмпиризм и рационализм – философские школы. От слияния двух философских школ, по-моему, ну, логически должна получаться другая философская школа. Ну, как бы, вот философская причина возникновения науки. Здравствуйте. Может быть, вы об этом не знали, но это так. Да, без формирования, ну, то есть, ну, мы, конечно же, должны также понимать, что и эмпиризм, и рационализм – это вещи, свойственные исключительно, ну, наверное, даже не столько бы исключительно, да, исключительно, скорее, можно сказать, европейскому сознанию. Эмпиризм в меньшей степени, поскольку эмпирические учения все-таки где-то еще были, а рационализм – рацио – это изобретение, в общем-то, европейцев, ну, греков, конечно, греков, изобретение греков. И наука работает в контексте вот этой вот историко-культурологической парадигмы. И с этим спорить, ну, по-моему, практически невозможно. Здесь очень подробная статья читайте, поэтому я очень быстро все обсуждаю. Все, что вы можете узнать, намного больше в этой статье. Риторика просвещения. Наука использует риторику просвещения. Все просто. Про просвещение статья недавно была «Догматическое просвещение». Прочитайте, вот-вот все, что там написано, наука все это использует, и я все это там опровергнул, кстати. Риторика просвещения, да, очень модной была эпоха просвещения, и наука подсела на крючок этой моды. И эпоха просвещения была только в Европе, но только в западном мире, так скажем. Только в западном мире была эпоха просвещения. Ну, замечательно, замечательно, прекрасно. Да, замечательно. Мировое явление универсальное, независимое, но зависит практически от всего при этом. Критическая философия и критическое мышление. Да, Эммануил Кант задал моду на критическую философию благодаря своим фундаментальным текстам «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». Очень потрясающие, интересные работы, но в итоге наука восприняла вот эту вот критику, моду на философскую критику восприняла, безусловно, но исказила ее, трансформировала и превратила в примитивное критическое мышление, которого, между прочим, не существует, к сожалению. А если критика Канта и, как следствие, критика Фихта и критика всех прочих последователей философского идеализма – это критика, строящаяся на базисе рефлексии, то критическое мышление – это просто какая-то неопределенная ерунда. А что такое критическое мышление? Скажите мне, пожалуйста. У меня есть статьи по этому поводу, у меня есть материалы по этому поводу, определения морей, некоторые определения противоречат друг другу, а некоторые определения, ну, просто глупые, прям вот никакущие, их просто можно опровергнуть очень легко. Так, вот и получается, что все очень сложно с критическим мышлением. В критической философии Канта и Фихты все сложно в другом смысле, там все как раз определено и понятно. Чтобы быть критически мыслящим по Канту, нужно заниматься рефлексией. Что есть рефлексия? Это направление, ну, ресурсов, в общем-то, нашего внутреннего мира на изучение нашего внутреннего мира. Сначала мы изучаем наши внутренние способности, разум, рассудок, способность воображения, там, не знаю, память, какие-то еще другие способности, а потом уже приступаем к изучению мира. Вот такой критический подход в рамках философии, основанный на рефлексии непосредственно. А что такое критическое мышление? Ну, это типа анализ, как бы, да, все определения, просто большинство определений включает слово анализ. Анализ информации, там, не знаю, там, сомнения в каких-то там положениях постоянных. То есть, где-то есть сомнения в определении, где-то нет сомнений в определении, где-то есть какие-то одни элементы, где-то другие. В общем, люди сами не понимают, что такое критическое мышление. У нас нет какого-то точного базиса, который бы говорил нам о том, что такое критическое мышление. Ну, получается, это просто культурологическая мода такая. Она говорит, что мы великие критики, мы такие критики, все критикуем, все во всем сомневаемся, кроме рационализма, кроме науки, кроме огромного количества других вещей. Можете внимательнее прочитать про это вот в данном разделе статьи «Критическая философия и критическое мышление». Продолжаем. Воспринятая критика науки. Поанкаре, поперкун. Да, здесь речь пойдет о великом мыслителе и математике Поанкаре, который предложил нам концепцию конвенционализма, согласно которой все научные теории – это всего-то договор между учеными. Также здесь пойдет речь о методе Карла Раймонда Поппера, который предложил нам метод фальсифицируемости, в общем-то, довольно-таки простой. Всякая научная теория, если она желает называться научной, должна подразумевать некую опровергаемость, радикальную опровергаемость, принципиальную опровержимость. Она должна включать в себя такие утверждения, которые позволяют опровергнуть эту теорию. Вот что говорил Поппер о науке. Так, есть и следующая, в общем-то, концепция. Это концепция Куна, концепция парадигма. Так, а парадигмы – это фундаментальные научные установки, которые характерны для тех или иных этапов развития науки. А он, конечно, подверг... Заметьте, все эти мыслители, они вот чуть-чуть подвергли, в общем-то, сомнению научное знание, но не опровергли его полностью. Наверное, больше всего Пуанкаре опроверг, ну вот просто, оказывается, все, что в науке существует, это просто ученые наболтали, так скажем. Если очень примитивно выразить его концепцию, да, ученые наболтали, так скажем. Вот вам получилась научная теория. У Поппера все сложнее. Наука находится в постоянном состоянии поиска истины, и с помощью метода фальсифицируемости она может приблизиться к этой истине. А с Куном все тоже немножко... Кстати, вот как-то получается, что, да, неопозитивисты, точнее, постпозитивисты, у них так критика постепенно нарастает. Сначала у нас Поппер, мягко-мягко-мягко, очень любит науку, на самом деле человек очень хочет, чтобы наука познала истину, но видит, что индукция не работает. Кун. Кун указывает уже на какие-то парадигмы. На самом деле есть какие-то, типа, догмы, какие-то установления, какие-то вещи, которые в науке, ну, являются не полностью рациональными и доказанными. Удивительно. Потом Локатас идет, невероятно, тоже, со своими программами, а программы эти, ну, прям вообще строятся на догмах. У них есть какие-то ядра внутри в этих программах. И адхок теории вокруг. Потрясающе. Ну, теория Локатаса и Карабета, кстати, их просто не принимают, в принципе, ученые. Если концепция Куна на слуху находится в научном сообществе, если концепция Поппера, ну, прям включена, в общем-то, в число научных методов, прямо фундаментально. То идеи Локатаса и Карабета вообще как-то не звучат в научном дискурсе. Но при этом они очень радикальны, они очень интересны. И, конечно же, самый радикальный критик науки среди постпозитивистов это Карабет. Его анархизм, ну, просто потрясающий. Но наука, как видите, она взяла и не использовала тех мыслителей Локатаса и Карабета, ну, чьи, в общем-то, положения науки были наиболее, так скажем, радикальны по отношению к ней. В общем, те мнения, которые не льстили науке, наука не использовала. А те мнения, которые более-менее льстили, она использовала. Использовала себе на пользу, между прочим. И Кун, и Поппер, они подчеркнули один важный аспект. Наука изменчива. Изменчива в положительном ключе оказывается. Она приближается постоянно к истине, и ученые этим до сих пор гордятся, между прочим. С 20 века гордятся, гордятся очень сильно этим. А, и думают, что приближаются к истине. Ну, молодцы. А, мода на псевдоскептицизм. Ох, я про это тоже невероятно много рассуждал. Порядно. У нас есть Монтейн, христианский скептик. Это определенно аксюморат. У нас есть Кортезий, радикальный скептик, который усомнился во всем. Он усомнился в Боге, усомнился в эмпирическом познании, усомнился в математике. Но не смог усомниться в я. Он сказал, когито эрго сум. Мыслью, следовательно, существую. Но в его контексте это было, сомневаюсь, следовательно, существую. И все, все. И никому не было никакой разницы, что это был неправомерный переход. Но, может быть, сомнение-то и есть. Да, сомнение само по себе есть, как сомнение. Но это не значит, что есть я. Хитро-хитро можно здесь извернуться и вот так вот сказать. И получается, я нет. Но сомнение есть. Может быть, и сомнение нет, если нет я. Все очень трудно. Но ладно, забьем вот на этот сложный аспект. Это определенно самый сложный аспект в теории Кортезии. Он, конечно же, настолько вот такой вот на грани. На грани нет. Это трудно назвать скептицизмом. Уже трудно назвать скептицизмом. Но продвинемся дальше, продвинемся дальше. А что дальше делает Кортезий в том же самом тексте? А он доказывает все, что он напроверг. Все, в чем он усомнился, он доказывает, исходя из того, что я мысль в Себельде существует. Очень скептичный, очень скептичный персонаж. По-моему, просто философы нового времени вообще, в принципе, не поняли, что такое скептицизм. Скептицизм, прочитав тексты Секста Эмпирика, они такие, вообще не поняли. Ну, вроде классная штука, но вот как-то мы вот так вот ее применяем. Как-то вот так, и получается какая-то неосхоластика Декарта. Я не знаю, ну, это, по-моему, стрёмно. Ну, называть скептицизмом, это невозможно назвать скептицизмом в принципе. И в итоге проблема в том, что в рационализме скептицизм закрепился именно в таком виде, в картезианском. А потом появился научный скептицизм. Ну, это прям вообще идиотизм, как бы. Начнем с того, что наука, научный метод, в принципе, не подразумевают никакого сомнения, никакого скептицизма. Ученым это не нужно. У них нет методических оснований ни в чем сомневаться. Простите, конечно, им просто плевать на это. У них есть определенный алгоритм действий. У них есть определенный порядок, у них есть определенный метод, у них есть определенные законы, у них есть определенные формы, по которым они работают. Зачем им сомнения? Им не нужно сомнения. Это просто лишний элемент, который в науке не используется. Это сомнения, это то, что ученые говорят там после своих ответов. Ну, мы много сомневались, мы много думали. Мы вот такие вот умные, долго думали, долго что-то делали, и в итоге пришли к выводу, да, да-да-да, долго-долго-долго, ох, это как долго думали, как долго сомневались. Так вот, проблема в том, что в науке под скептицизмом понимается вообще что-то противоположное скептицизму. Это вера, в общем-то, в то, что все должно быть подтверждено эмпирическими доказательствами. Сомневаемся мы только в том, что не подтверждено этическими доказательствами. Это с учетом того, что скептическая школа принципиально отвергала эмпирические доказательства. Ну, то есть, большинство тропов скептиков связаны как раз с эмпирическим аспектом бытия, с критикой именно эмпиризма. Еще раз повторю, с помощью своих тропов скептики еще до возникновения науки подвергнули сомнению любое возможное, в общем-то, эмпирическое знание. Да, да, вот так вот интересно все складывается. А тут у нас появляется какой-то там Карл Саган и говорит, ну, классно, наука это сомнение, мы сомневаемся, давайте все сомневаться дружно. В кружочек встанем и будем сомневаться. Это какое-то пустое, я скептик, и звание ученого, оно ничего не значит, оно не имеет никакого значения. И оно не имеет никакого значения для научного метода, вот что самое главное. Ну, то есть, неважно, как ученый себя называет, там, скептиком, агностиком, кем угодно, но он при этом делает все то же самое. Какая разница тогда, господи. Ну и вот, мы подходим к тому, что же такое современная наука. Современная наука, она особылена успехами 20 века. Она наивно верит в свои открытия, а также думает, что именно она и только она является причиной этих открытий. Современная наука перестала отличать себя от практики, что во многом связано с тем, что в наши дни процветают технические науки. Современная наука без особых проблем и пользуется риторическими уловками, защищает себя самыми подлыми и мошенническими способами, так как в наши дни она среди прочих мировоззрений просто лидирует. Наука пишет словари, наука навязывает логику, наука преподает свои догмы в школах. Наука, по сути, всемогущая, она унаследовала христианские университеты, она взяла многие системы, которые, в общем-то, были важны для христианства. И сейчас она управляет работами. Люди на работу попадают после университетов. Все почетные работы, все важные работы, все высокоплачиваемые работы, они связаны с наукой. Ну, за некоторым исключением, конечно, но по большей части так. Если ты, человек, отвергаешь науку, ну все, до свидания как бы. Все, ты, скорее всего, будешь неуспешным человеком в обществе. Ну, а при том, наука как религия, она выучила не называть себя религией, а свою веру выучила не называть верой. Теперь верой называется знание. Причем это взято как раз, да, забавно, что это взято все из христианского дискурса. Противоположности веры и знания, это тупо тоже христианский дискурс. И опять же понятно, что все это связано с культурно-философскими аспектами, с культурно-философским характером науки. Это не просто какая-то вещь, возникшая в вакууме и не имеющая никакого отношения к религии, никакого отношения к философии. Наука последовательно вытекает сначала из философии, благодаря математике, а потом из религии, благодаря совмещению эмпирического метода и математического внутри религии. И уже потом еще и из университетов, потому что именно университетское знание объединило большое количество мыслителей и философов. В общем-то, вывод. Рассматривать науку в отрыве от истории ее формирования, от культурного и философского контекста этой самой истории, это типичнейшее идолопоклонничество, свойственное именно религиозным людям. Именно последователи религии любят изображать возникновение своего учения с помощью мистификаций, исключений, вмешательств высших сил, ну, например, там, вселенной, природы. Именно последователи религии предпочитают видеть в своем учении нечто избранное, особенное, выделяющееся. И наука поступает точно так же. И ученые, и последователи науки, и сайентисты поступают именно таким образом. Мы же достаточно достоверно установили, что наука тесно зависит от истории, культуры и философии. Какие аргументы могут быть у сайентистов в данном случае? Самый главный, ну, мы все приняли, мы приняли всю эту историю, великую историю науки и всего этого становления. Мы поняли, что, ну да, математика, теоретическая математика не могла не возникнуть, не могла возникнуть как-то иначе, чем в Европе только. В сути, в Европе возникли те основания для возникновения вот такой вот теоретической математики. В Китае такой математики не возникло, в Индии такой математики не возникло, были еще другие регионы, и там тоже такой математики не возникало. Вот. Но самый главный аргумент в чем? Наука взяла все самое лучшее из религии и философии. Ну, например, вот такой аргумент. Но он глупый. Он глупый, он смешной. Он совершенно абсурдный и опять же основывается на непонимании культурологических и исторических оснований. Как мы можем утверждать, что наука взяла все самое лучшее из философии вообще, из религии вообще, если она развивалась внутри христианства, одной религии из колоссального количества, и плюс ко всему внутри просто европейской системы философии? У нас есть индийская философия, китайская философия, у нас есть исламская философия, у нас еще много различных философий. Вопрос. Какого черта, в общем-то, кто-то может думать, что наука взяла все самое лучшее из религии и философии, если она не имела дела со всеми религиями и со всеми философскими учениями? Ну, это же нелепо. Это просто нелепое мнение. Очень крайне глупая позиция. Очень ограниченная. Нужно быть тем еще нацистом, чтобы считать, что в Европе были самые лучшие религии и самое лучшее философское учение. Ну, вот, чистой воды национализм ни на чем не основанный. Вот и получается очень забавно. У науки есть определенный культурологический и философский контекст. Как вы могли вместе со мной проследить, наука закономерно развивалась в рамках именно европейской философии и религии. Все мутументальные аспекты современной науки принадлежат исключительно западному региону. Отсюда и получается, что наука это не всемирный проект универсального исследования, а лишь европейская философская школа, которая использует в качестве основных методов и принципов элементы учений западной философии и религии. Притом, качество этих элементов, их совершенство и бесспорность слишком легко подвергнуть сомнению. А, в общем-то, вывод таков. Ну и действительно, очень сложно признать, что вот у нас наука взяла и отобрала все самые лучшие методы. Все самые замечательные, самые прекрасные, такие хорошие, самые лучшие методы. Ну, это очень высокомерно с точки зрения ученых и сиентистов считать так. Ну, как минимум, вы не знаете всех этих методов. Вот начнем хотя бы с того, что подавляющее большинство сиентистов и ученых просто не знают всех методов, всех философских школ и всех религий. Начнем хотя бы вот с этого уже. Ладно, восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Гусь появился. Ладно, восьмикратно с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok